Песня 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 В Евангелии от Матфея, 6 глава, 5 стих. 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явное. Толкование. Что же, неужели не должно мне молиться в церкви? Напротив, должно. Только с чистым намерением, а не с тем, чтобы то видели люди. Потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие, и в тайне молясь, делают это для того, чтобы нравиться людям. Если так понимать, буквально, буквализм называется. Лев Толстой так и понял. Молиться в церкви нельзя. Это на показ. Написано в своей домовой комнате, запроси, и там молись. Неправильное понимание, к чему приводит. Нет единения, общая молитва, не нужны храмы. Ну, храм называемый зданием, куда приходим. Так, никогда Израиль не молился, и Христос молился с учениками, когда уходил, и когда здесь был молился. Даже при всем народе. Значит, речь идет о внутреннем состоянии, с каким намерением. Даже один, ты дома заперся, и то, оказывается, можно самого себя судить. Седьмой, восьмой стих. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Толкование. Много глагола не есть пустословие, когда, например, молимся о чем-либо земном, о власти, славе, богатстве. Итак, ты не будь пустословом и проси того, что достойно Господа Бога. Не должно совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должно молиться немногими словами, но сердечно и непрестанно. Молимся не для того, чтобы научить Его, но чтобы самим нам не увлекаться житейскими заботами, получить прощение грехов и великую пользу от собеседования с Ним. Ну, тоже, если буквально это понимать, то, в первую очередь, это говорится о православных. Какие длинные молитвы, сколько всего наговорено, считается Псалтырь. Вот особенно мне жалко детей стоят. Ничего не понимают. Совершенно. И как они могут остаться верующими? Достаточно одному баптисту встретиться с ним, хорошим, в его возрасте, его уже не будет. И не видят этого. Я уже и с батюшкой говорил, ну так было всегда. Да ну и такого краха, такого крушения, как Византия и Россия, православная церковь, не было мировой практики. Полное отречение, совершенно. Революция. Вчерашние прихожане за оружие взялись, священство убивает, царя убивают, девушек убивают, насилуют. Дикая орда, зверьё. Этого, кажется, даже нигде не было этого. Как не верят, но люди всё-таки держатся. Верят. Ну и здесь-то говорится о многом молитве. О житейском. Детали. Вот у меня этого не хватает другого. Мы тоже молимся. Я говорю, Господи, пособи в наших делах. А остальное ты всё знаешь. Одна праза. Мы не можем сами себе златоуст, говорит, пособить в духовном. Все больные. Помощи ни от кого нет. Когда читаешь златоуста, делается страшно. Он говорит, если бы кто-то пришёл откуда-то, который ничего ещё не знает, но Евангелие уже читал. И посмотрел бы на нашу жизнь, то больших врагов Евангелия найти нельзя. Как будто бы мы собрались, всё делаем для того, чтобы доказать, что мы воюем против Евангелия. У меня это выражение во втором концовке есть. Или в первом, да? Да? Может, я ошибаюсь? Вот так. Концовка самая. Нет. Нет, это вот так вот было, да? Потом читаю. Девятый стих. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое. Толкование. Иное обет и иное молитва. Обет есть данное Богу обещание. Как, например, когда кто-то обещается воздерживаться от вина или чего-либо иного. Или поститься в известное время. Или подать что для Бога и прочее. А молитва есть прошение благ. Словом Отче показывает тебе, каких ты удостоился благ, сделавших Сыном Божиим. Словом же на небесах указал тебе на Твое Отечество и на Отеческий Дом. Посему, если желаешь иметь Бога Отцом, смотри на небо, а не на землю, как бессловесное. Ты не говоришь «Отче мой», а «Отче наш», потому что должен смотреть на всех, как на братьев, детей одного Отца. «Досвятится имя Твое, то есть саделай нас святыми, дабы прославлялось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог хулится, так моими добрыми делами святится, то есть прославляется, как святой». Кто читал книжку, такая есть, она бывшая жена министра в Пакистане, Балкис. И называется «Отца». Я решилась назвать его отцом. Вот, волнуйте знать, кто еще читал. Не советую, в интернете можно найти и посчитать. Очень и очень захватывающее. И она уверовала Христа. А у них так, кто уверовала Христа, Коран гласит. Не просто они плохие, там, сирийские, вот это, исламское государство, с которым сейчас советские, то есть русские, бомбят там, с американцами. Это что они, мусульмане, такие головорезы. Они поступают по Корану. Не надо обманывать людей-то. И они смотрят на других, которые не режут, а как на отступников. У них написано, если свою веру, ислам заменил на христиан, ты обязан умереть или отрежься. Ну, их в разных местах таких, сколько нашли собрали, всех казнили. Вот, их на неделю назад опять казнили в деревне. Ну, а перед этим, как говорят, женщин там насиловали, это уже они край взяли. Маленького мальчика совсем, как они пытали, резали пальцы ему, и он не отрекся. Я христианин. Последнее слово, я христианин. Ну, как я говорил в прошлый раз, там, в штате, оборвался один, я христианин. А это у них записано в Коране. Я говорил, вы зарегистрировали эту книгу, да? Она официально-официально пишет. Она более опасна, чем Майнканг Гитлера. Это в литературе показывает. Я занимался этим Кораном, и весь его разобрал по главам и стихам, Сура Айяты, 18-й том. И показывают, судить их не за что. Судить начинать с Корана, с Корана. Он поступает по нему. Я был, когда в Азербайджане, там, у мулы, точнее, я говорю, сейчас бы, ну, диск вот между вами, вот, ваххабиты. Вы же не ваххабиты. Нет, вы мирные с русскими, и в храмы даже разрешается ходить то другое. Ну, это так. Ну, а другое, это ваххабиты, вот, на кафедре стали друг против друга. И ничего вам не давать, только Коран. Они вас победят сразу, на первой минуте. Они буквально это понимают. А вы как-то сглаживаете другими словами и прочее. И вот здесь он, говорю, как Балтий с этой, говорит, я решилась, или там, пришло время, назвала его отцом. У них нет, а то, что ты отец наш небесный. Смелилась. А Аллах, и все, сказал Аллах. Вот, помните, там, про лошадь, как называется фильм этот? На лошади, гонка-то по пустыне была. Педальга. Да, педальга. Видели кто? Видели, да. Очень сильно. И он попал в пустыню. В пустыне там, это, тонет, трясена. Он хочет вытаскивать, не надо, раз я попал, и что-то Аллаху так угодно. Не надо мне помогать вытаскивать меня. Но, американец, там, вытащил его все же. То есть у них именно вот полное вот это доверие. А Аллах так допустил, надо все, конец. Как бы, уже не трепыхайся. Мы же и к нему обращаемся как к близкому. Я его чья, да, отец, который на небе. Помоги мне. Поэтому, взывая к Богу, мы должны знать превосходство нашей веры над всеми другими верами. Не только потому, что Христос умер за нас, но и самого Бога Отца, мы признаем Отцом. А отец-то неужели своему щаду не даст? Десятый стих. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Толкование. То есть второе пришествие. Ибо человек со спокойной совестью смело молится о пришествии воскресения и суда. Как ангелы, говорит, исполняют волю Твою, так и нам даруй исполнять ее. Ну, молитва Отче наш, очевидно, самая трудная, касающаяся нас. Отче наш, тущий на небесах. А от этого от нас еще не зависит. Он в небесный отец. Досветится имя Твое. Это зависит от нас и не от нас, а досветится. Но воля Его в нас будет. Вот это главное. Воля Божия есть в этом. Откуда я знаю? А ты на каждое дело должен знать. Что ты делаешь? Вот я гляжу, вот этот скелет, кто занес его или по уроку так положено было? По уроку, да? А кто надпись эту сотворил? Почитай надпись какую. Это какой-то тяжелый старообрядческий юмор. Он не хотел делать плотину. А кто? Интересно. Он не хотел делать плотину. Плотины. Поняла? Да. Плотины. Так что, сейчас мы позанимаемся немного. Сегодня у нас намечена экскурсия. Пойдем посмотрим, что мы здесь делали. Вот по этому озеру. А на те, два, три, мы не можем закончить. Досок не привезли. Досок нету. Ездили в шаршин. Они не напилили. То есть, гнилой лес идет. А нам уже самое-самое хорошее. И что мы сделали? Там у нас все готовлено, выкопано. Только прибить. А смотри, что не прибить. Время есть еще? Читаем. Одиннадцатый стих. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Толкование. Насущный называет хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Словом же, на сей день устраняется забота о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб о неосужденном причащении, которого нам должно молиться. У Лескова Николая Семеновича подробно это объясняется. Как немец там один до этого доходил, и он говорит, не насущный, а надсущный. То есть речь идет о причастии. Хотя о причастии как раз говорится здесь. Дай нам на сей день. На сей день и на завтра. Как это она завтра? Ну мы привыкли так, что вот Валенька там в заначке, говорит, на черный день-то. Так черный день-то как раз и вводит суть Божия. Ради суда Божия это ей. Вот она смотрит, я понимаю, как. Тем более здесь люди-то богатых никого нет. Представьте, я нынешний, какие дела-то затеялись тут делать. И Господь будет расслабить. Одно уже хотим-не хотим, но мы уже заплатили. Я уже там уже день, я отдал, отчитал примерно 440 тысяч. Полмиллиона уже почти откинул. Так это еще не все, еще мелкие, может быть, за щебень привезут. Вот за это щебень сейчас привезут, 237. Только за раз сразу отдали. Это очень и очень дорогое удовольствие. Откуда деньги? Тебе зачем знать? Себя не просят? Поддержи, а иначе вот тебя еще ждет. Сидишь? Кто-то уже определил. И дальше. Двенадцатый стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем долги там наши. Полкование. По элику мы грешим и после крещения. То повелевает молиться, дабы оставил нам грехи наши. Оставил так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, Он не оставляет нам. Бог поставляет нас, как бы в пример себе. Так что, как мы поступаем с другими, так и Он поступает с нами. Ну, кажется, тут вообще говорит мне о чем. А как раз вот здесь, и Сатана, и Бог. А я еще прощу. А если бы Он только меня обидел, а Он обидел там, то мою веру, то еще что-то. Здесь никаких условий нету. С чистого лица начинаем сегодня. Что было, не было, не касается это дело. Чистая молитва. И главное, поставлено в молитву. Обращайтесь с женами благоразумно. Не потому, что ты от нее за столом ешь, она тебе насыпит ягоду туда. Не потому, что ляжешь спать, она тебе голову отрубит. Дабы не было препятствий в молитвах. Самое главное. Вот с ней не так, а она что-то там, и у тебя на душе уже не так. И будет препятствие в молитвах. Здесь-то речь идет именно об этом. Как и мы прощаем блажение. Не прощаешь, ни о каком прощении вы уж не молитесь. Вот у неверующих это проще делается. Представьте себе, 28-30 миллионов убили немцев. Напали на Россию, на Советский Союз. Эти у них там 6 миллионов убили. И опять все вместе, встречаются. И Ангела Меркель тут и решает, и помогает, и торгует. И по Германии мы ездим, и русские. То есть немцы туда уехали, а на русском уехал с Артисоном Валентина Дмитриевна. Вот. И все прощено, как будто никакой войны не было. Здесь не так. Когда-то, где-то кто-то сказал, ну ты не согласен. Тот сделал неправильно. Ну на этом-то остановись, дальше-то идти не надо. Тебя-то не касается. Они не поделили между собой. Они там, эти руководители когда-то было. Там Нихан, Савахум. Ну теперь тебе-то какое до этого дело-то? А этот рядом живет, он ни того, ни другого не знает. А нет, он не такой. Не просто я не знаю с ним, а имею что-то. Это непрерывно. Один раз это вычеркни, ты отвечаешь за себя. Ты поговорил, да после первого, второго разумления. Два-два раза сказал, больше не касайся этого. Освободи душу. Никогда не иди на большее. Вот к нам приезжал неоднократно этот фотокудожник, фотограф Каспришин Андрей Николаевич. И он попал в Старообряческое какое-то село. Видимо направили туда репортаж писать. И все, приняли хорошо, накормили. Но один увидел у него фотоаппарат Никон написано. Как другим сообщили, Никон. Я, говорит, не знаю, что с ними сделалось. Я им объясняю, это японская фирма Никон. Никаких. Я кое-кое. Как убедил их. Это Никон фирма такая. Вот как вдолбили. Они ничего не знают. Евангелие не считают. Вообще не знают. Но Никон, это все. Это дьявол, там сатана, это ниже. Никон. Ну разве это годится? А если ты не прощаешь, а что прощать-то? Он умер, его нету. Он исповедовался, причастился перед смертью. Что тебе надо-то еще? Ты помни о себе, и у тебя уже никогда этого не будет. Меня он спрашивает, ну а как вы думаете? Вакуру так. Еще я буду думать. Я знаю, у Бога суд. Последний день откроет. Ну а так, гипотетически допускаете, что оба спаслись? У Бога все возможно. О ком, говорит, не думали, считаем, премудрость Соломона. И он оказался здесь, и все удивятся, как этот спасен. Прямо написано, как? А он, говорит, восхищен был из этой жизни раньше времени, чтобы грех не исказил его разум. Вот так. О ком не думали? Это самое большое удивление. А кого ждали, того там нету. Я рассказывал, как матушка одна. Ну это рассказ просто простой. И она молилась. Селеферий плохо умер, батюшка. А уж его так не пили все. Вот. И посмотреть, где он там в вечности. Какие там райские сады. Какие павлины. И вдруг она веет, он в гопасте горит. Горит. А там. Ба, где горит? Она так и взахалась. Селеферий. Да как же так? Он говорит, я-то что? А каково нашему архиерею, на голове которого я стою? Тот вообще не видит. Или иногда хоть в воздух попадает. Это рассказ. Но он рассказ может быть и действительностью. О ком не думали, окажется спасенный. О кого считали святым, канонизировали, молились, он давно в огне горит. Так что, наше суждение не твердое. Нам открыл Бог так. Мы верим. И надо держать до конца. Других свидетельствовать. Тринадцатый стих. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы и слава в Твоем веке. Аминь. Толкование. Мы люди слабые, посему не должны вергать себя искушением. Но если впали в искушение, то должны молиться, чтобы оно не поглотило нас. И чтобы Бог даровал нам помощь и терпение. Ибо только тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден. Но кто впал в искушение и победил его, тот достоин венцев и славы. Не сказал от лукавых людей, ибо не они делают нам зло, но лукавый возбуждает их на то, и делают зло и нам, и им. Посему не людей, а злых духов нам должно ненавидеть и проклинать. Здесь обмодряет нас, ибо если Отец наш есть Царь, сильный и славный, то при твердой вере мы без сомнения победим лукавого, и впоследствии прославимся. То есть когда он будет воздавать всем по делам. Что в этом стихах непонятно? Потом назад возьми, веди в искушение. Любого сейчас буду спрашивать. Тебе все понятно здесь? А не веди в искушение. То есть не допусти в пасть, а не веди. Как Бог входит в искушение, выходит. Сказал, не допусти до искушения. Бытие, 22 глава. Написано, Бог искушал Авраама. Вот написано. Первый стих. Какие искушения от Бога, а какие не от Бога? И святые разделяют. От Бога только два искушения. А остальные от человека. Он искушается чем-то, прельстился, какая-то вещь, решил отомстить, пошел, еще что-то, искусился. А сидел бы, ваша сила, говорит, сидеть спокойно. Болезни и гонения. Вот то, что служит нам спасению. Поношение разное, которое идет. Это Бог допускает. Гонения. Все остальное уже отсюда. Он впал в искушение. Не думал, не гадал. И вдруг такое. А почему? А уже дорожка к этому шла. И дорожка эта была непрямая. Человек и боялся, и страшился, а потом уже бахнул рукой, и открыто, и говорит, полный муртон пьет. Гонения. Так они нужны. Как хочешь, так и понимай. Не было гонений, не было ничего. Гонения пришли, церковь освободилась от ненужного. Особенно поучительно. Это 249-251 год. Деки император. Это отрождение Христа. Там первые века. О, бросились христиане там в институты, детей учить. Надо там, по-нашему сказать, все обзалились. Обмерчилась церковь. Он пришел, как указ за указом, начал рубить, как мусульманские законы. Церковь, говорит, опустела. Развалилось все, говорит. Как пыль только одна пошла. И вдруг церковь обновилась. Остались самые сильные, самые крепкие. Стали свидетельствовать. Новые люди обращаются. Его убивают императора. Церковь обновленная, как из огня переплавленная. Вот как. Бог допустил. Кровь христиан была всегда семенем христианства. Страшно сказать будет. Но на этом вырастали новые и новые общины. На гонимых. Вот о чем. Болезнь. Поразила болезнь. Человек лежит. Парализованный. Это от Господа. И ничего нельзя сделать. Ну а как же он бывает верующий. Решается рассудка. Не понимает и памяти. Ничего нет. И что тебе доказывать. У нас живые примеры перед глазами. Ваш отец Александр Иванович. Что он понимал. Уже не разговаривать не мог. А сидел. Молился. И здесь у него дырка была зашили. Я приехал у него здесь. И сидел и молился. Какой он при жизни был. Сильный, смелый, умный. Таким он остался, когда парализовала. Он ни на минуту, нигде не изменил этому. Левой рукой, правая парализована. До самой смерти. Так, говорю, нет. Это герой веры. И вот делом показал. Вот нам образец живой. У нас в жизни сегодня парализован. Сергей Козлов. 13 лет. На вытяжку. Только одно плечо вот так шевелится. И он вот так скрученная рука. Он нажимает на мышку. Пишет иконы. Иконописис. А то все это невероятное. Вот батюшка. Послезавтра у него должен быть. Он готовится к крещению принять. Как полное погружение. Как его. Не знаю. Но он говорил как. Перенести на постель. Вроде сделать коры там. Салопаль большой там. И это все, чтобы туда погрузить. Он очень жаждет этого. И все разбирается. Так он много мне помогает. Везде. Устраивает беседы. Встречи по интернету. Парализованный. 23 что ли года говорится. Нет. Около 30. По 2 метра ростом. И вот он. Благодарит Бога. Я говорю. А давно тебе это вот так. 13 лет. А мне говорят. Как будто вчера было. Какие боли. Показывает. Какие камушки там выходят. Камни. В почках там. И все эти острые. Все это раздирают. Кровавые проходят. И сами выходят. Он все это показывает. И как они его там. Переминтовывают. Я доглядеть не могу. Там все эти трубочки. Трубочки. Как они промывают внутри. Там все. Совершенно ничего не работает. Все надо откачивать. Все надо убирать. Не два, не три года. Мать Татьяна Ильинична. Настоящий герой. На шаг не отходит. И вот надо везуть его из города в деревню. Где-то у них там в деревне домик есть. И все дорога снимается. Все. А местность. И все это будет комментироваться. И все будет говориться. Кажется, при таком-то состоянии вообще. Приучите его к этой собаке не подходить, когда она привязана. Она его, когда не привязана, она его не тронет. Ты подошел, когда она ела тогда, да? Нет, я ее просто мясо не подпускаю. Она была отрезана. Как? Отрезана была. Отвязана? Да. А он ее не подпускал к мясу. Вот и все. Это очень странно. Когда собаку учат гвозди, то ей дают есть, когда она привязана. Она положила кусок что-то там. А он встал или не пускал ее? Ну, а это ее? Ее. Ну, оно как раз и есть. Злоб у собаки вырабатывает, когда ей долго не дают есть. Потом дают мясо. И в это время пытается отнять. И она тогда прямо из себя выходит. Спасит его Господи. Этот шрам может заживет? Зажил уже почти. На след-то остаться может. Практически зажил. Но ты не подходи никогда больше. Вот он спит на этой щеке. Ты на ней спишь? Да. Ты спи на правой стороне. Потому что сердце налево, значит, ты его зажимать будешь. Абхатка ярко, если не подойдет. 14-15 стихи. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваше. Опять научает нас быть незлопамятными. Об отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети, такого отца, стыдясь его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство. Посему и запрещает нам быть таковыми. Понимаете, вот прощать. Прощать легко. Но смотря что. Я переписывался с одним человеком. Ричард Гурмбранд. Он много раз сидел где-то, не знаю, в Румынии. В Чаушевску был такой диктатор при нем. И дальше, а книжечка маленькая. И вот его жену как пытали. А они ее на веревке там бросали в Дунай. И детей расстреляли, и детей. И они это видели. И когда вот этот власть-то заменился, а этот совсем недавно был, может быть там 15-20, или там мятеж был. И она пригласила одного человека за стол, угощает и показывает, как живет, а что там бедные живете? Это мы бедные. Он не узнал их. Это палач, который детей ее расстрелял. И она ему тогда сказала, я мать тех, которых ты расстреливал тогда. Он так и замерз за столом. И вот сколько он претерпел, это считает, что это невероятно, как вот Абаку. Это наш современник. Я с ним переписывался. Румын. И она говорит, не бойтесь. Я все простила ради моего Христа. Я люблю Господа. Он сказал, прощайте врага ваших. А детям моим, детям моим, это не повредило. Иначе бы они неизвестно, где были. Ну, разве человек неверующий способен такое? Ты прикинь к себе, к своим детям. Ну, как мать Маковейская, сын на мои семь. Не один, не два, семь. И одного за другим уговаривали. До конца терпите, дети. Я получил вас опять от Бога. Вот эти все примеры, ну, на чем-то надо маленько обкакывать. Смотри. А бывает совсем незначительно, а я не могу простить. Меня обилили, украли, меня отняли, поносили меня или что-то. Ну, великое ли это дело? Ты посмотри, какие события там в мире совершаются. Что там будет? Я сейчас вчера считал, кто знает из военных наших батальонов? Сколько это весь человек? 300 где-то. А? 300 примерно. 3 роты. Ну, а сколько это батальонов? Да больше. Ну, всякие будут. Ну, батальон 3 роты, говорит, если... Рота 100 человек. Человек 400 где-то. Это тысяча. Значит, с водолётами, со самыми новейшими танками, в Сирии уже заняли места, охранять авиабазой и где направляются. Ясно дело, теперь там со всех сторон будут снайперы, чтобы это уничтожить. Бомбят вовсю. Российские самолёты сейчас. И что это показывает? Никто не знал, даже Америка не знала, что в Каспийском море, это лужи сегодня, это того мелкое, стоят корабли и запустили ракеты туда, полтора тысячи километров и точно поразили цели все. Так воевать можно. Полтора тысячи километров. И ракета не просто направленно летит, а летит она, долетает, а тут Ирак. И она поворачивает ракету, облетает Ирак, с той стороны опять поворачивает и идёт на цель. Я даже этого не видел нигде. Полный план. И ролики за роликами показывают, как среди ночи, сколохи там идут. Так просто это не останется. Это целая череда тирактов будет в Москве, в метро и везде будет. Решение принято. Совет Федерации дал разрешение главнокомандующему, Магину, руководящему Путину это всё сделали. Это было неожиданное решение. Сегодня так, когда самолеты прибыли, говорят, и в обед уже бомбили. И американцы все в шоке. Действительно, а там тоже они свое-то делали. Россия заявляет о себе, что это не мёртвое государство. А почему? Я так до себя думаю. Они казнили вот сейчас христиан в одном месте, в другом, в третьем. И Господь сказал, пора. Пора остановить. Это может так быть и Богом. Кровь христиан, семя христианцев. Вот тут теперь и будет расти. Это сегодня, на сегодняшний день. Конкретно. И кроме батальона этого, ещё сейчас прибывает и прибывает туда. И считает, хотя Путин сказал, что наземные операции участия принимать войска не будут. Это для охраны. Для охраны. Главные американцы, так как посмотрели, что в России такие есть ракеты, и стояли на Каспийском море, никто не ожидал и не знал совершенно. Так говорят. То есть они работают. Отсюда надо сделать вывод. Нам надо работать. Находить души, поработать, трудиться. Я вам говорю, вот у меня какие нападки были на последние, примерно, две недели. И какие выводы отсюда? Молитва. Больше ничем нельзя помочь. Никак остановить. Я знаю это плавно. Когда имя ваше понесут, как не угодно, сыну человеческому. Но что-то они... Я не знаю. Доказательств у меня нету. Было такое здесь. Дети звонить, вначале материть дети. Дети. Детские голоса. Когда были там, где не нашел ни одного клочка. Священника мы там были. И на другой день сразу пошли звонки. Никогда не было. Здесь напали священник, там другие. И сразу же пошли детские... Выступают матерками, матерками. Какая связь тут? Ну один раз, случайно, ну два раза. Прямо пакость не делал. Это никто не отводит. Никак. То есть это паника. И они не знают дальше, что делать. Любой мудяй, младкий, расстановить. Чтобы не говорил. Я там о патриархе сказал, когда был мне патриарх. Я не о нем сказал, а о том, пойду куда. Отвечая на вопросы. А вот Иши Игнатий сказал о Серафиме, вы понимаете, а их всех поддерживает этот Сергий, митрополит. А да, это был Максим. Это на него надо, теперь его будут клепать. А когда расставались мы, я им сказал, Владыка, чтобы нас заочно не разрушили, митрополиту. А то будут вас. А он говорит, а уже, вот, говорит, какие рога, уже стучат и стучат. То есть уже есть, это все заснято, показано. Помолитесь об этом, чтобы митрополит Сергий перекрепел все это. Они ничего доказать не могут. Они берут их в моих материалах, с форма, с сайта, с книг, и берут. Но вы докажите, что это не так, что я говорю неправду. Я же, еще не говорю к другому. 35 минут. Параллельно. У Нины Жоломировой ничего не изменилось, они... У Нины Жоломировой ничего не изменилось. Нет, очень хорошо, я за выход на днях звонила, а за вчера, кажется. Так, и не допускает. не допускает, но она работает, и не унывает весело, чтобы заехали, попроведали ее. Она вообще всегда веселая, радостная. Вот интересно, она у меня была здесь, в лагере. И Сергей. Ну, я говорю, у нас порядок, когда в столовой, первым делом подают мне, всегда начальник должен первым, потому что он не завтра, когда приехал, он должен встать, и те, обед останется. Командир в армии всегда первый должен поесть, а не людей, которые не знают. Дальше кормят мужчины, мужчины, которые... И потом начинают с самых маленьких, которые сидят. А эти там одинаковые идут, А тот маленько не понял Сергея-то. И Нина стала подавать детям, он говорит, я отвечал обзоростном. Она говорит, Игнатий сказал так, не так. И он заспорил с ней. А ты еще со мной споришь? На это почему не спорят? Я тебя учу, а ты не учи, говорят, у меня муж, да, в моей суще, а здесь начальник лагеря-то. И Сергей обиделся на нее, а она на него. И она мне сказала, и он, и он только это, а у нее уже была саркома вырезана, отец умер от рака. И только поспорили, наутро у него сразу же, пошли эти, пошли эти, опять сдуваться, все начало. А уже после операции, не знаю, лет 10 прошло. Прямо сразу, вот Виктор Андреевич, срочно в больницу, ко мне пришел, я уезжаю, я говорю, ты не езжай, ты с Ниной сначала примирись. Дело в том, что Нина права, а ты не прав. Ты не понял, и ты начал давить на нее, а она права. Так все. Ничего, просто пойди, подойди, поклонись, попроси прощения. Он попросил прощения, я говорю, скорейший его родник, вот такой повыше, чтобы солнце тебя не касалось. У него все сразу погасло, ничего больше нет. Лекарство такое простое. Примирение. И Сергей это всем рассказывает сейчас. Никуда не надо ехать. Подожди, а сам проверь себя, с кем дела это. Примирение. Ты ее обидел. Обидел тем, что при всех ей стал говорить, а она права. Да. Пора идти. Да, пора идти. Поблагодарю Богу. Порогboat. Пора идти. Пора идти. Пора будет. Честничую терапин, и сломнишую без сравнения с терапин. Безыцемия Бога Слово рощую, сущую Бога Родицу Теревича. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это чудное время, когда мы можем собираться в тишине, изучать Слово Твое. Дай нам, Господи, быть не только слушателей, но и исполнителями Слов Твоих. Вложи нам Его в сердце. Детей наших благослови, Господи, страхных на самом деле Твой. Мы благодарим Тебя за все, Отец наш Небесный. Тебе за все вечное слава, слава, Тебя, Свою Святую Другу. Тебе за все вечное слава, слава, Тебя, Свою Святую Другу. Тебе за все вечное слава, тело ост side Huracan. Фотографируем сами. С 저기. Как, кто-то у катаро вasmо записанно? Собирай! Собирай! О, вот это? Хе-хе-хе-хе-хе Да нет, нет Сидеть или нет? Нет, только был сидеть